Всем привет, привет, дорогие друзья. Привет, привет. Начало какое бурное. Да почему? Потому что посылочка пошла. Не знаем, что в ней. Посылочка еще неизвестная. Как Санислав Николаевич хотел назвать ролик черный ящик. Посмотрим, как назовем. Студио. Ну что, Анатолий Баланкин, у нас уже спонсор канала, скажем так, постоянно присылает нам необычные напитки. Интересные всегда. Какие-то настоечки, виски с пеканами. Стою не смотрел, посмотрите, просто обалдеть. Всякие такие штуки интересные. Аратики, да. Аратики с абрикосами. В общем, всякие вкусовые штучки, что нам, в принципе, нравится. В принципе, да. В нашем канале только такой послужим. Люди, в принципе, тоже пишут нормальные отзывы, даже об них. Ну да, ты более не каждый день купишь такое, потому что штуки эксклюзивные. Ну что, беру посылочку. Это инструмент для посылок. Интересно, что же там. Посылочка у нас досмотрена. Досмотрена? Авиа. Авиа, да. Он тоже удивился, что так быстро пришел. Отправили почему-то авиасдек. Видимо, так по загрузке было, да, Моник? Может быть. Свободное место было в самолете. Вообще, не догадываемся, что. Просто самим даже интересно. Взяли такие универсальные бокальчики копиты, потому что они ко всему подойдут, я думаю, отчетом дать, что там. И на всякий случай водичку. Вдруг что-то будет крепкое. Это что там? Женевер. Да ладно. Да. Кто-нибудь это нету? Да не надо, под Женевер дай них. Женевер, честно. Ни фига себе. Ну какой-то забубениный, слушай. Вообще-таки даже никогда не встречал. Ну-ка посчитай, что это такое вообще. Сейчас, друзья, придется нам даже... Ну-ка, дай-ка, я подсниму его. Ну-ка, засними. Вот такой вот красотень. Что-то там, какие-то надписи номерные. Голландия. Состав зерновой, спирт, вода, экстракт можжевельника, семян, аниса и экстракт корней лакрицы. Сами все видите, да? Нормально, я такая бутылочка таких не встречал. Зуйдам. Так, ну давайте все-таки открываем поисковик. У нас обзор был на Дженевер. Мы делали... Обзор на Дженевер делали Боллс. И мы думали, что это будет Джина. Там вообще ничего от Джина не было. И там была такая неприятная самогонка. Помнишь, когда-то было? Да. Не очень приятный был напиток. Нам вообще не понравился. Мы, по-моему, даже его не допили. Я что-то вот не помню. Да, друзья, ну, если кто не знает, я думаю, многие, наверное, не знают, что такое Дженевер. Это родитель Джина. Ох ты. Кто это? Родитель Джина. Это как? Джин появился после Дженевера. Да. Парародитель. Еще какой-то с бочкой, что ли? Не знаю. Сейчас будем читать. Да, читай. Ну, мне надо название, чтобы я его назовел. Сейчас, секундочку. Сейчас налей, да. Пусть постоит. Ну, если он еще какой-то бочковой по-холостки. Какой-то номерной резерв там что-то еще. Зуйдам, да, наверное. Дженевер Зуйдам, да, наверное. Интересно, слушай, таки. Пусть никогда не видел. Обалдеть. Это такая ванильная. Ох ты. Вот трехлетний на Байстайле есть. А это скольки летний, интересно? Пять. Пять? Интересно, есть еще? Давай, производитель прочитаю, да? Компания Зуйдам была основана в 1975 году в Нидерландах Фредом ван Зуйдамом. Идея состояла в создании небольшого семейного бизнеса для производства эксклюзивной продукции. Фред построил небольшой винокуренний завод площадью 300 квадратов. В течение 10 лет Фред занимался упрочнением репутации своего завода. Растущему спросу на продукцию Зуйдам способствовал не только высокое качество напитков, но и привлекательную упаковку. Вообще обалденные, я так скажу. Обалдеть запах. Специально разработанная женой Фреда Эллен. Молодец, жена. Жена молодец, тоже бухает он. В 89 году Зуйдам расширил производство до 600 квадратов, то есть два раза. Сегодня бизнесом управляется я, Фреда и Эллен. Патрик следит за производством, а Гилберт отвечает за продажу. Так, а именно про напиток будем? Да, пятилетний, интересно посмотреть. Что-то вот... А, вот, давай про трехлетний прочитаем, да, хотя бы? Если другой... Эллен, хотя бы знать был. Да. Это голландский джин с оттенками трав, можжевельника и солода во вкусе и аромате. Голландский джин Женевер принято считать национальным напитком середины 17 века. Традиционно он производится из зерна или патоки с добавлением солодового вина. Спиртов из соложенного и чменя. Вина даже? Солодового вина? Да, спиртов, господи, это вино и под названием только. Спиртов из соложенного и чменя, написано же. Спирты подвергаются тройной дистилляции, после чего в напиток добавляется можжевельник, анис и солодка. И начинается частичная четверная дистилляция. Женевер выдерживает 3 года заготовых бочков новых и старых, то есть 5 лет выдерживает бочков охренеть. Прикиньте, ребята, чему бьюсь эти. Цена отсутствует, поэтому пацаны вряд ли что вам скажут. Ну, 3-х летний на Вайнстаре непонятно каким ценником, 2-200. Это когда было, если его нет, у нас сейчас уже дороже стоит. Давай наберем пятерку, да? Ну. Еще поди не найдем. А, ароматно-миревым. Да. Есть, да? У нас ароматного мира пьеми нету, поэтому... 1300 главное здесь. И продажи есть. Заманчивая цена. Да. А есть наличие или нет? Непонятно, да. Наверное, нету, да? Нету, да? Нету, значит, да? Нету, страчно. Ароматного мира нету. Так вот, 1300, это когда была цена? Сколько лет назад? Да, да. Давай, вот 5-100, вот это уже похоже. 5-200. 5-200. В наличии есть. Есть наличие. В наличии 5-200. Обалдеть. Обалдеть, 5-200, друзья. Никто не хочет джинчика за 5-200. Джин, я все-таки джин. И в том году она и так написана, и так написана, да? Ну, а по значению как джин считается как джин? Давай будем пробовать как джин. Кстати, у нас, по-моему, одного джина не было на канале еще обзора. Не было. Нет. Был. Бифидор? Не было. Был? Нет. Бифидор мы выпили до того, как еще начали снимать. У меня много джинов стоит. Болубой джин, бомбей был. Да он стоит у меня. Мы же пили его. Нет. Мы его пили отдельно, не на обзорах. Да, ну, в общем, про состав я почитал, да? Вот это мне еще интересно. Тут написано, как будто даже ручкой, друзья. Ну, вот, на видео видели, наверное? What Numbers? Americans Aiken What Numbers? 20-го года батюш номер 3. 38 градусов. 38? Тоже интересно. И вот какие-то номера. Это номера бочек, видимо. Откуда сливали? Да, Americans Aiken. Что такое Aiken? What Numbers? Ну, видимо, вот, номера. А сзади какую-то этикетку русскую-то есть хоть? Да, ну, хотя там ничего же нет. 20-го года, да. Ого. Ну что, давай пробовать уже. У меня уже струны побежали. Заинтриговал этот пес. Интересно, цвет натуральный или нет, скорее всего, натуральный. Ну, я думаю, да, 5 лет. Что, нифига себе, бочек старых, новых. Ну, ванили, конечно, очень много. Спирт немножко бьет. Ну, хорошо, кстати, что капиту взяли. Ну, прям хорошо. Да, прям удачно. Обалденный запах, да? Да, аромат прекрасный, ребята, вот тут прекрасный аромат. Тут бочка, прямо это какой-то коньяковийский хрен. Здесь и аптечка какая-то есть. Не, ну, это интересно. Чем-то издалека напоминает, знаешь, чем метаксу какую-то. Знаешь, что это вот? Да вот, что коньячное такое, да? Метаксу, как бы, это не коньяк, не бренди. Что-то непонятное, да. Она все равно, ну, спиртинг. Что-то непонятное, так же, как и здесь, да? То есть, какая-то настойка с бочкой, как бы, да? Давай, попробовать. Блин, ну, вот здесь спасибо, Анатолий. Бум, попробовать. Вообще, офигенный напиток, интересный. Краймеренный аромат. Вообще классный. Давай будем пробовать. На джин я сразу скажу, что-то вообще не похоже. Кисло-сладко-ягодный. Ванильный. Сладостей очень много. Во рту теперь одна сладость. Чувствуются бочки. Прямо пастила какая-то. Такая приятная она. Такой странный напиток, да? Ну, это не джин, точно, вот не джин. Ну, как бы, не похож с тем джинным стандартам, который как-то вообще не похож, да? Тот же тонник, который нет. Нет, это вообще хорошо, что тонник не взяли даже, вот тут не нужен. Нет, это самостоятельный напиток. Это самостоятельный напиток, причем приятненький такой напиток. По крайней мере. Ну, по мне, как будто бы все, что было, накидали, знаешь. Да, вот всего, и огурьки со сладкой, сладкой, соленой, нет, соленого нет. Как бы такой разбалансированный, да? Баланс как-то, как будто бы, не знаю, сейчас, второй. В ароматике как бы более все приглажено. Здесь и пряности. Он даже чем-то немножко напоминает пряный ром. Да, да, вот на ром похож. Потому что паток, его все-таки тут, видишь, как бы заявлено, и вот ему за счет патоки напоминать. Здесь и солодовый есть. Да, и солодовый есть, но вот виски, как бы, тут ничего нету, да? Вот больше коньячку даже такого. Больше какой-то миктакси. Да, вот, да, да, вроде какого-то такого. Что у нас, что потому что как настойка идет. То есть, добавлено извне. У меня такое ощущение, что вот какой-то, как лекарственное какое-то растение. Да, вот, типа аптечка вот такой. Солодка же там? Я не помню. А, анис. Слушай, ну анис я люблю, но анис я так-так не чувствую. А, лакрица еще. Здесь больше чувствую, больше ванили чувствую. Ну, бочки очень много. Очень бочки много, да. Бочка была ваниль прямо конкретную. Очень ванильные бочки такие. Горчинка стоит, вот сейчас на конце стоит полностью горчиночка. Вот тут прямо сладость. И она такая, как бы приятная такая. Я скажу, не скажу, там противная какая-то. Нет, приятная. Как такой вот напиток оценить? Мне тяжело даже оценить. Я не знаю, прикольная. Как бы и понравился, в принципе. В принципе, попить можно? А с другой стороны, чем его пить и как его пить? Да, и за пять тысяч, как бы. Тут, ребят, задуматься надо, конечно. Нет, он приятный. Я не скажу, что это какая-то гадость какая-то. Нет, нет, это качественный напиток. Он качественный напиток. Это обалденный напиток. Просто я подумал, под что бы его, знаешь, чисто посидеть с ним, под телеграмм, YouTube посмотреть что-то еще, мне кажется, он не подойдет так, чтобы с ним наслаждаться. Под какие-то закуски за стол тоже не подойдет. Может быть, как бы... Нет, вот что-то под закусить, это как бы охота с ним. Может быть, как апперитив его. Ну, вот как бы он аппетит разгоняет. То есть, я бы, чтобы тот прикусил. Ну, его большими гладками... Ну, не дежитив, да? Ну, его маленькими гладками охота, да? Да, вот маленькие гладочки. Может быть, даже, да, какую-то там тарелочку с чем-нибудь поставил, потихоньку там, и вот гладочки, и чем-то закусил. То есть, это тема, как виски, грубо говоря, пьешь. То есть, маленькими гладочками, да? После вкуса долгая. После вкуса насыщенная, долгая, мощная. Хрен поймить чего. Намешали всего-всего. Ну, в принципе, приятно. Мне понравился вообще. Ну, интересно. Интересный напиток. Как подарочный вариант такой неплохо, да? То есть, подарил такой... А ты пробовал Женевер? И вот такой Женевер-то я бы попробовал бы, да? Ну, знаешь, не который, ну, там, говоришь, болс там какой-то. Нет, там же вообще нам не понравился. Мы его даже не допили, по-моему. Я что-то не помню даже. А здесь именно уже, ну, вот. Нет, здесь бочка хорошая, смотри. Хорошая бочка. Здесь еще выдержан напиток благородный. Двоякое мнение, конечно, оставил этот напиток. Очень двоякое. И, с одной стороны, очень понравился. А с другой стороны, я не понял его. Я его не допонял. С чем его употреблять и как его употреблять? Вроде ее разбавлять, его ничем не хочется. Зачем? Он так хорошо пьется, он 38 градусов. Ничего тут не надо. Не обжигает, ничего абсолютно. Не зря выдерживали пять лет в бочке. Шоколад под него не хочется абсолютно. Он уже шоколад ночью. Да, он так, как бы у него есть даже молочный шоколад. Такой, вот это, как лактоза какого-то присутствует. Да, да, да. Сливочность. Ну, за счет ванили. Да, за счет ванили. Она сквозь сливочность выдает. Блин, ну, прикольно. Спасибо, загадка так и осталась. Вопросов еще стало больше, чем... Чем до дегустаций. Ну, дизайн, да, молодец, конечно. Эдден, да, ее звали? Зовут, вернее. Все еще существует, наверное. Не, ну, это, ребята, прикольно попробовать. Я не знаю, за такую цену смотрите сами, конечно. Они позиционируют себя как изготовителя эксклюзивных напитков. Да, это эксклюзивный напиток. Эксклюзивный напиток. Это значит. Когда в жизни что подобного не пробовал, азбуки вкусов, видимо, все-таки должен продаваться. Не знаю, ну, продавался раньше, азбуки вкусов был куплен. Попробовать. Ну, вот если цена будет, там, в пределах двух с половиной тысяч, да, на подарок. Ну, тут уж как по цене виски, это дороговато, конечно. 5, ну, опять 5 лет выдержки. Ну, да, что-нибудь так мало. Как только заморочек, как бы, это еще какая-то частная небольшая. Ну, хотя, может, большая. Ребят, в роту очень приятно, вот, прям приятно. В роту, ну, какая-то, вот сладость какая-то, именно патоковая сладость, вот такая. Ванильно-патоковая сладость, и в конце горчиночка. Она стоит, она никуда не уходит даже, вот. Это вот именно бочковая такая вот. Ну, вот, для людей, кто любит, допустим, что-то типа, вот, метаксы, там, еще что-то, вот такие вот напитки. Ну, метаксы, она очень сладкая, напитанная, сладкая. Нет, ну, я имею в виду то, что не только чистый продукт в бочке выдержанный, а с добавлением чего-то либо извне, да. То есть, метаксы, там тоже добавлено, по-моему, сколько я помню, да. Там же спирт, и что-то там добавлено, да. Всякие, все, что можно. Ну, круглого, как здесь. Только здесь на Джинни, да, с Иль? Ну, Джинни чувствуется абсолютно, абсолютно вообще никакого, даже вот вообще нет. Ну, интересно, конечно, друзья, да, очень интересно. А что состав вообще? Может, так не прочитали даже, да? Если бы вот такой напиток был недорогой, я, может быть, еще даже купил, ну, вот, честно слово. А он скоро будет просрочен. Да? У него еще есть срок, у нас даже есть пять лет. А, шесть, нет, шестьдесят месяцев, пять лет. Ну, к настойке все, по идее, в настойке все имеют свои угодности. Это редкая настойка, которая не имеет свои угодности. Типа там осадок начнется. Да, там он выпадывать начнет, конечно. Что, состава так нету, что ли? Должен же быть, по идее. Ну, наши обязаны были состав написать, да? Ну, тут мелко написано, ребят, я даже вот прочитать не могу вообще, даже на бочках не прочитаю. Про почки всегда все у меня это, я сразу же, что это почки, печень, вот это все, вот я вот сразу себя переношу, так вот, как бы страшно. Ну, сейчас с тобой, наверное, еще попробуем за кадром, обязательно. Ну, ладно, по стопочке-то, конечно. Просто мне охота понять, из чего выгоняли-то, я же читал. Там соло, трехкратная. Четырехкратная дистилляция. Трех. Четырехкратная дистилляция. Три прогоняются, и еще один потом с ножевелим. Ты про трехлетку еще читал. Нет. А это пятилетный. Так это выдержка. Нет, три раза прогоняется, а потом еще четвертый раз уже с настойкой прогоняется. Нет, ну потом же еще, наверное, добавляют, уже настаивают. Скорее всего. Вот это вот анис, солодку и тому подобное. Но ножевельник уже, видимо, не настаивают второй раз, потому что так такого нет. Ну, обычно его на второй раз добавляют. Первый раз спирты перегнали, второй раз уже с ножевельника перегоняют снова спирт. Нет. Здесь три раза перегнали, и потом еще раз перегнали. Четыре раза пошли. Но выставил Малейка с можжевельником, его перегнали, вот так делается, Женевер так делается. Вот так написано было. Да, интересно, конечно. Вкусно. Спасибо, Анатолий, конечно. Спасибо за такой напиток. Неоднозначный напиток, сразу скажу. Кому-то вообще, может, не понравится, кому-то понравится. Мне понравился. Но я его Малейка не допонял. Я не допонял, когда его потреблять, вот что. Ну, понтовый. Понтовый, да. Понтовый Женевер. Это понты, это вкусно. Я считаю, что на подарок какому-нибудь любителю интересных... Да, еще бывает, если бы у него коробочка, ему вообще цены не было, да, скажи. Да, любителю интересных напитков, допустим, если человек любит, там, разбирается на напитках, ну, такое вот подарить... Мне бы его очень понравилось. Да. Я вот люблю коллекционировать разные напитки, вот мне бы такое на подарок вообще зашло. Ну, и так зашел. Да. Спасибо, Анатолий. А, друзья, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ВКонтакте, Дзен, Телеграм, все присутствует. Ссылочки интересные на всякие штучки, дрючки, все в описании. Еще раз спасибо Анатолию. Да. Кайф. А мы пошли по-моему, вот еще зачастую. Понравилось. Понравилось, понравилось, понравилось. Да. Ну, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok